Эдуард Анатольевич, приветствуем тебя. Рады, что ты с нами сегодня. Это я говорю очень искренне. Очень рад тому, что ты откликнулся на наше приглашение и очень скучали в прошлый раз. Так ожидали и ожидали, а тебя нет. Расстроились наши сестры. Так что мы рады тебе. Добро пожаловать. Тебе слово. Добрый вечер, дорогие. Тоже рад сегодня с вами быть вместе. Так уж получилось в прошлый раз. Извиняюсь, но не всегда не всё зависит от нас. Но сегодня мы вместе, и слава Богу. Мы продолжим с вами размышлять или вникать в книгу Откровения в отдельные такие её темы. И как мы говорили в самом начале, что по-разному можно исследовать иногда, вот как картины художников. Да, можно в целом смотреть её, издалека наблюдать. Можно какие-то отдельные детали приблизиться и рассматривать, как там он башмак нарисовал или вот эту травинку. И то, и то будет определённую красоту передавать и какой-то замысел. Вот наше с вами исследование, оно такое больше, наверное, какие-то отдельные акценты мы выделяем из того, что в книге Откровения, видим, на что можем обратить внимание, недостаточно подробно. Вот у нас не такая цель, а отдельные вот значимые моменты. И мы ещё с вами, наверное, в следующий раз... Сегодня мы в восьмой главе, части этой восьмой главы, восьмая, девятая, так обзорно посвятим время. В следующий раз двенадцатая глава. И, может быть, тринадцатую одну деталь я вам там покажу из тринадцатой главы, потому что она для адвентистов известна. Вот. И затем, думаю, что закончим мы двадцать первой потом главой Откровения. И там кое-что интересное я вам покажу, как можно на неё посмотреть, и в чём особенность для нас сегодня этой двадцать первой главы Откровения. Вот. А сегодня по восьмой главе. Восьмая глава Откровения. И начинается она описанием, опять-таки, небесной сцены, прежде чем будет описание того, тех событий, которые будут происходить на Земле, которые мы называем или вот описываем так под общим названием «семь труб». Когда звучат семь труб, каждая труба звучит, и в это время что-то на Земле происходит. Звучит одна труба, что-то происходит на Земле, вторая труба, ещё какие-то события происходят. И надо сказать, что это одна из самых в книге Откровения сложных глав для истолкования трубы. Что же они изначают? И несколько значений есть, несколько взглядов на трубы. Но мы сегодня не столько будем трубы смотреть, а вступительную часть к этим трубам. То, что перед ними, то, что является вот таким первой картиной, и она важная. Прежде чем говорить о чём-то земном, и это общий характер книги Откровения, прежде чем обратить внимание на происходящее на Земле, и оно не всегда радует, оно не всегда благозвучно, не всегда благовидно. Если посмотреть, вспомнить начало книги Откровения, первые послания с семи церквями, когда описывается состояние семи церквей, и там отмечается, что не всё так гладко в состоянии церкви. Есть вопросы к ним, есть замечания, есть призывы Иисуса Христа к покаянию. Но прежде чем сказать о церкви, мы видим, что нам представлен Иисус Христос, образ Иисуса Христа. Вот это главный акцент. На нём нужно своё внимание сосредоточить, прежде чем будем смотреть на земное. И это правильный вектор. Вот вообще, который задаёт нам библейское пророчество. Когда мы с вами пытаемся, смотря на земные события, на картину земного, как-то оценивать их, и потом делать выводы о чём-то выводы, то мы будем ошибаться. Выводы о небесном, о духовном, ещё каких-то вещах. То такой вектор от земного к небесному, он приведёт нас к каким-то ошибкам. И из-за этого часто споры возникают в церквях, между богословские споры. В веках были, когда пытались от земного как-то оценивать небесное. И, ну, это любых вопросов библейских касается. Природы Бога, например, да? Когда, как понять Бога? И когда мы начинаем брать понятие отец, сын, и исходить из того, что же это на земле представляет. А на земле отец и сын – это отец старше, сын моложе, отец раньше, сын позже, отец источник, сын как бы от него. И когда мы так, исходя из этой, вот такая перспектива, такой вектор, начинаем оценивать вот эти вопросы, то тогда мы к неверным выводам приходим. И к каким выводам приходят? Ну, значит, если Бог – отец, а Иисус – сын, тогда у него где-то есть начало, он младше, он меньше по времени, он где-то там во времени появился. Вот выводы, к таким выводам приходят. Но это неверное понимание, неверная логика, и она приводит к заблуждениям человека. Поэтому нужно исходить из небесных реалий и понимать от небесного, когда идём к земному и понимаем, что вот когда Господь называет себя отцом или сыном, это он не передаёт временные какие-то категории свои, он другое что-то желает нам показать. А в частности, какие взаимоотношения могут быть? Он часто потом, Господь говорит, «И буду ему Богом, он будет мне сыном». Вот это вот мечта Бога, которая должна в конце концов осуществиться. И этим книга Откровения заканчивается, что Господь говорит обетование его последнее, в 7 стих 21 главе, «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот эти вот отношения Отца и Сына, это то, что Иисус показал, когда был на земле, насколько близок Бог к нам, может быть близок и желает быть близким. Это мечта Бога, которая всегда была. Он после того, когда грех разделил человека с Богом, Бог всегда стремился к тому, чтобы восстановить эти разрушенные отношения, чтобы быть ближе к человеку. Всегда посылал Слово, какие-то шаги навстречу к человеку делал, пророков посылал, вести специальные посылал, святилище для чего он построил. Говорит, и построят мне святилище, исход 25 глава 8 стих, и буду обитать среди них. То есть желание Бога быть близким, обитать. И цель святилища как раз-таки, вот этот разрыв тоже его убрать. Поэтому вот отец и сын, это взаимоотношения, какие взаимоотношения Бог желает, чтобы были между им и нами. Вот точно так же и что касается здесь, вот это как откровения или пророчества представляют картину. Прежде чем сказать о каких-то земных вещах, событиях, оценку какую-то дать земному, наш взгляд привлекает наше внимание, обращается наше внимание на небесные картины. Прежде чем говорить о состоянии человека, Бог говорит, посмотрите на Бога, на Спасителя, на Иисуса Христа, на его достаточность, на то, что он восполняет все нужды церкви. И даже если церковь несовершенна, но у Иисуса Христа есть ответ для этой несовершенной церкви, и он знает, как ей помочь. У него есть решение проблемы церкви. Поэтому он и говорит, покайся, обратись, вернись ко мне, потому что я могу решить твои проблемы. Точно так же и в восьмой главе, когда мы к ней обращаемся, кстати, здесь опять сцена святилища представлена, и нужно помнить, в уме сохранять вот эту мысль, цель святилища какова была, чтобы человека вернуть к Богу, сделать его близким к Богу. Бог и так близок к нам, да, а вот это вот разделение, которое грех внес между человеком и Богом, творением и Богом, творением и творцом, то святилище решает эту проблему. И вот здесь опять-таки сцена из святилища. И прежде чем будет описание событий, происходящих на земле, не очень таких, может быть, и добрых каких-то, потому что здесь описываются такие суды, описываются суды, язык судов над землёю, когда потрясения определённые будут происходить в негативном плане, здесь описывается, будет на земле события происходить. Перед этим описывается картина, опять-таки, и святилища, и небесных реалий. Прежде чем говорить о земном, предлагается нам посмотреть на небесное. Это то, что даёт нам уверенность, то, что даёт нам вот такую внутреннюю уверенность, есть и основа, основание, что даже если вокруг всё будет меняться, трястись будет по разным причинам, вокруг изменяться люди будут, обстоятельства, но есть то, что даёт мне это основу, серьёзную основу для меня, для моей веры. Это небесные реалии, которые связаны с Богом. Бог является именно этой неизменной основой, основой нашей уверенности. И вот восьмая глава, буквально прочитаем здесь первые несколько стихов, первые шесть стихов, да, первые шесть стихов. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп. И пришёл иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил её огнём жертвенника и поверк на землю. И произошли голоса, громы, молнии, землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить». Вот здесь вот представляется нам картина, происходящая в небесном святилище. Ангел, иной ангел, стоит у жертвенника и выполняет особенное служение. Скадильницы, ходатайственное, такое посредническое служение, которое священник совершал в земном храме, в земном святилище. И вопрос такой, а кто здесь этот ангел? Кто он такой, этот ангел, который совершает вот это вот служение скадильницы и с молитвами и приносит их к престолу Божьему? Что мы можем о нём сказать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать книгу «Послание к евреям». И там многократно об этом говорится. «Итак, имея перосвященника, великого, прошедшего в небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашим». Вот, и мы можем приступать дальше. Апостол говорит, это в 4 главе я читал, «с уверенностью, с дерзновением, вот с такой смелостью, да, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То же самое и, ну, много раз здесь говорится, что Он за нас ходатайствует там на небесах, Он вошёл туда. Он вошёл, Он есть ходатай Нового Завета, говорит апостол, Он со Своей кровью вошёл и приобрёл вечное искупление. Ибо Христос вошёл не в рукотворное святилище, по образу истинного устроен, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Кто ещё есть священник на небесах, кроме Иисуса Христа? Есть ли там другие священники? Нету других. Есть только один Иисус Христос, называется священником. И все земные священники указывали на Него, вот были символами или образами этого истинного священника. То есть вот этот ангел, который здесь в восьмой главе представлен, он не просто ангела какого-то представляет, а вот этот ангел с особой вестью, это и есть здесь Иисус Христос. То же самое мы можем сказать о седьмой главе Откровения. Ангел, который имеет печать Бога Живого, который ставит эту печать на челах детей Божьих. Что это за ангел? Какой ангел? Гавриил, там еще какой-то ангел, как его можно назвать, там имена им разные дают. Но в данном случае мы видим, что этот ангел, во-первых, он запечатывает. Он ангел, который повелевает другим ангелам, которые вот держат эти ветры на четырех углах земли, которые могут причинить вред земле или сдерживают эти события на земле. Этот ангел им повелевает. Он имеет власть перед ними. То есть этот ангел, который в седьмой главе, либо здесь речь в виде ангела представлен Дух Святой, потому что именно Дух Святой запечатлевает. Он печать ставит, как в послании Кефесянам написано, что мы запечатлены Духом Святым. Он печать ставит. Он этот образ Божий делает в нас, отпечатывает или зримым. Либо этот ангел еще может представлять самого Иисуса Христа. Ну, скорее всего, это Дух Святой, потому что Иисус говорил, что вместо меня придет другой утешитель. А слово, которое там использует Иисус, оно означает тот, который призван быть всегда рядом. Придет другой, который будет всегда с вами рядом. И вот седьмая глава Откровения показывает вот эту картину, что народ Божий здесь в виде такой армии изображен, Божьей армии. И предводитель этой армии, кто поведет эту армию через события конца, это божественная личность. Ну, в данном случае, это Дух Святой, который представляет Иисуса Христа или сам Иисус Христос. И вот это дает нам такое утешение и спокойствие. Что если мы, когда пойдем через события последних дней, вот события, которые будут сложными, когда испытание веры каждого человека будет, 13 глава об этом подробнее скажет, вера каждого будет испытана. И книга Даниила, кстати, она в этом тоже, она параллельна книге Откровения, и книгу Откровения без книги Даниила не поймешь. Так вот, книга Даниила, интересно она построена, первые шесть глав там описывают такие исторические события, которые в реальности, в жизни происходили детей божьих, Даниила, его друзей, испытание веры происходило, там они в печи огненной, в другом случае Даниил среди львов, еще испытание веры было. Вот, и первые семь глав, шесть глав показывают, как пережить то время, которое будет описано в последующих, во второй половине книги Даниила. То есть, вторая половина через пророчество рассказывает о будущем, каким оно будет, а первая половина говорит о том, как пережить то время. Так вот, здесь в Откровении, вот это вдохновение нам дается, уверенность, что вы будете, божьи дети, будут не одни. Бог в лице Духа Святого, или сам Иисус Христос, этот Ангел Небесный, он пойдет со своим народом, чтобы впереди, как пастырь, который идет впереди овец, чтобы провести их через события конца, чтобы они были защищены. Поэтому, что бы ни ожидало нас впереди, вот эти картины Откровения, где Иисус открывается в этих картинах Откровения, это вселяет нас уверенность. И здесь восьмая глава, она, по сути, то же самое показывает Ангелу Божий, Иисус Христос, в данном случае, который наш ходатай, первосвященник, он представляет, как тот, кто наши молитвы слышит, он их принимает и обеспечивает то, чтобы они были донесены и представлены пред Бога к престолу Божьему. И вознесся дым Фимиама с волитвами святых, от руки Ангела пред Бога. Вот в отношении Фимиама, священник, когда входил во святилище, прежде чем подойти к престолу, вот первый священник, к ковчегу туда, во Святое Святых войти, он должен был вот этот Фимиам воскурить, для того, чтобы там Святое было наполнено Фимиамом, и это вот его своего рода защитой для него было, и он бы не погиб в присутствии Божьем, будучи грешником, был бы покрыт вот этой, этим Фимиамом, этим, и был бы принят Богом, вот, и вот этот Фимиам, он как раз таки представлял ходатайственное служение Христа. Что Иисус совершает в небесном святилище? Мы видим здесь он молитвы святых к Богу приносит, и об этом еще есть в пятой главе вот несколько слов. Значит, тут четыре животных, двадцать четыре старца, у которых гусли и золотые чаши, полные Фимиама, которые суть молитвы святых. Фимиам это молитвы святых. И вот здесь мы видим Фимиам вместе с молитвами святых взаимосвязан, и этот Фимиам Иисус обеспечивает, чтобы эти молитвы были услышаны Богом. Вот как об этом я одну нашел сейчас, просто смотрел. Есть у Елены Уайта красивая глубокая мысль, вот сказано о ходатайственном служении Иисуса, у меня пропало, сейчас я попробую найти, тут у меня было, это цитата найдена, но у нее есть в другом месте о ходатайственном служении Иисуса сказано так, что наши молитвы, когда мы молимся, они не могут быть услышанными Богом, потому что мы грешники, и не можем чего-то представить Богу, чтобы он должен был бы или обязан бы как-то нам ответить или сделать. Так вот, Иисус, вот беря наши молитвы, он их дополняет своими совершенствами, вот покрывает их своей праведностью и принося к Богу, теперь эти молитвы в совершенном виде и принимаются Богом. Вот, значит, откуда я сейчас прочитаю, так. Сейчас, секундочку, я хочу найти это высказывание. Хорошо бы найти это место, я как-то впервые так слышу такое высказывание. и таких много есть, неоднократно. Я сейчас вот то, что нашел, то, что перед этим, перед началом вспомнил, просто эту мысль, думаю, надо бы о ней сказать. Вот, и сейчас я попробую хотя бы что-то. Что ж это так? Еще надо, как в самый неподходящий момент начинает висеть. Злые происки врага. Да. Кстати, его. Ну, пока ты ищешь, я просто хочу сказать по поводу того, что Иисус говорил о том, что чего не попросите во имя Мое. То есть мы обращаемся к Отцу по имени Иисуса Христа. Но то, что Он молитвы наши формирует, вот как-то «Иисуса Христа». Так, где же это? «Иисуса Христа». Сейчас то не могу. Я к следующему разу, наверное, найду вот те конкретные высказывания, а сейчас вот можно привести вот это. Христос связующее звено. Христос является связующим звеном между Богом человеком. Он обещал свое личное ходатайство. Он предлагает просителю все блага своей праведности. Когда мы приближаемся к Богу посредством заслуг, Христос приближает нас к себе, обнимая нас своими человеческими руками, в то время, как своими божественными руками Он касается трона безграничного. Он обещает слушать и отвечать на наши просьбы. Да, Христос стал посредником молитв между человеком и Богом. Он также стал посредником благословений между Богом и человеком. Это восьмой том свидетельств. И это одно из высказаний, но есть еще более конкретные в этом плане, которые говорят нам о том, что служение Иисуса, ну и даже вот этот текст из Откровения, который мы видим здесь непосредственно, мы видим Иисус совершая свое служение как первосвященника в небесном храме, и оно связано с тем, чтобы наши с вами молитвы достигали престола Божьего. Они вот с этим фемиамом вместе смешиваются здесь, мы видим, и достигают Божьего престола. В послании к евреям, если сравнить, там он говорит, что благодаря чему мы имеем этот доступ к престолу Божию, десятая глава послания к евреям, и так братья, имея дерзновение, вот эту смелость, смелый доступ входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божиим, и говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, вот зная, что он слышит нас. Еще в отношении, значит, возвращаясь к восьмой главе, здесь, к этим текстам в отношении ходатайственного служения этого ангела или Иисуса Христа, мы видим, что он совершает это служение, он берет эти молитвы святых, возлагает их на жертвенник курения, они как фимиам Богу возносятся и приятное благоухание пред Бога, и затем он берет с этого же жертвенника уголья и бросает их на землю, после чего начинаются звучать трубы, звучат трубы и начинаются действия определенные на земле происходить в ответ или как следствие того, что произошло здесь. Здесь нужно вот несколько таких моментов еще отметить. Смотрите, во-первых, где мы встречаем святых, которые у этого жертвенника находятся и просят Бога о каких-то действиях, помните? Чуть раньше мы уже их находим. В шестой главе откровения, где описываются печати, здесь после снятия пятой печати описывается «Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они не имели». И возопили они громким голосом, говорят, «Да Коля, владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, сказанным, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники и братья их, которые будут убиты, как они дополни число. Вот здесь и затем шестая печать описывает во время шестой печати происходит второе пришествие Иисуса Христа. Но вот пятая печать ставит вопрос. Есть божьи дети, которые были преследуемы, и о них мы в первой главе видели, и он говорит, что он свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа, он соучастник Божьими детьми. В посланиях к семи церквям там говорится о страданиях к церкви, Бог призывает быть верным до смерти и даст венец жизни. Вот они там страдают, а вот только где мы слышим содержание молитв этих святых в книге Откровения, вот там в пятой главе описано, что есть чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых, но содержание молитв этих нигде не указано. А вот здесь вот в пятой печати как раз таки говорится о чем они просят, вот эти которые пострадали за Иисуса Христа, за Евангелие, говорят, когда же ты исполнишь то, что обещал, воздашь по справедливости и защитишь нас. И вот как раз таки здесь в восьмой главе мы видим, что молитвы детей Божьих, которые возносили к Богу в разные времена, и не всегда они были услышаны так, чтобы сразу получить ответ и получить избавление. Посланник Евреям в конце двенадцатой главы апостол Павел пишет, что многие получали чудеса, он здесь описывает в двенадцатой главе посланника Евреям, там были освобождены, разные чудеса происходили, но большие не получили ответов на свои молитвы. И вот он заканчивает двенадцатую главу, он здесь перечисляет, что другие испытали поругание, побои, узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти веру, которую Бог засвидетельствовал, что они были людьми веры, это не потому они не получили ответ, что у них вера была слабая, да, здесь это отмечается четко. Ответ они не получили по другой причине. У них вера была сильной, они были верующими, и Бог засвидетельствовал их веру, но они не получили обещанного. Бог обещал, но и они к этому обращались в своих молитвах, прошениях, на это надеялись, но не получили обещанного. Почему? Потому что у Бога был план, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Вот эти слова говорят о том, чтобы ответить Богу на их молитвы и дать им освобождение в тот момент, это означает, чтобы в полноте ответить на молитвы детей Божьих, это означает, второе пришествие должно произойти. Но еще было не время. Здесь апостол Павел говорит, Бог о тех, кто в живых сейчас предусмотрел что-то лучшее, чтобы те, которые мученики, не без нас достигли совершенства. Похожи слова и в откровение, когда в пятой печати говорит им Господь на малое время успокойтесь, потому что есть еще те, кто должны и в современных переводах, так мысль передается чуть по-другому, они тоже должны достичь совершенства. Вот, и вот здесь уже в восьмой главе мы видим, что вот эти молитвы, они Богом слышимы, Он слышит молитвы святых, Иисус является гарантом того, что все молитвы будут услышаны и будут отвечены. Только самый большой ответ на все молитвы будет, то, что Бог обещал, Он исполнит, конечно, тогда, когда второе пришествие Иисуса произойдет. А вот эти трубы, это, и здесь они взаимосвязаны с тем, что совершает вот это ходатайственное служение, ангел, вот это молитвы святых, кодильница, вот молитвы возлагаются на этот жертвенник, и угли с этого жертвенника берутся, бросаются на землю, и после этого начинают звучать трубы. Трубы в данном случае, вот эти семь труб, это как ответ, как ответ Бога на молитвы детей Божьих, которые взывали о возмездии, просили Бога о том, чтобы Он вмешался, сделал то, что обещал. И вот эти трубы, это ответ, что Бог начинает уже действовать в ответ на молитвы. И вот события, которые будут происходить, происходили на земле, вот которые описываются здесь в семи трубах, либо они еще будут параллельно где-то происходить вот в будущем, чего мы будем свидетелями. В любом случае, то, что сегодня происходит уже на земле, суды, вот эти войны, они, это язык судов, войны, которых мы в Евангелиях читаем, Иисус говорил, что будет происходить перед пришествием народ Божий, во второзаконии Бог предупреждал, что это воспитующие суды будут, войны, когда будет голод, болезни посылать, с целью, чтобы людей привести к покаянию, вернуть к Богу. Кстати, девятая глава, описывая вот эти семь труб, заканчивается этими словами, что цель этих событий, описываемых в виде семи труп, а не к чему, какова цель у Бога, зачем Он допускает эти события на земле. Прочие же люди, 20 стих читаю, 21 повторяется эта мысль, которые не умерли от этих язв, не раскаяли в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть, цель этих судов божьих, чтобы привести к покаянию, в любом случае, вот для этого. Здесь еще есть шанс для покаяния, но уже кто откликнется, а кто нет. Еще, чтобы понять язык труб, нужно вспомнить, откуда они берут свое начало, где мы с трубами вначале встречаемся, откуда они вот с историей народа Божьего связаны, где берется их начало. Числа, десятая глава. Вот интересные описания того, когда Бог здесь говорит сделать трубы для святилища, и для чего они трубить будут. Кстати, я вот еще к следующему разу мысль сейчас вспомнил, где-то я как-то слышал, надо подтверждение найти этой мысли, четче сформулировать, значит, что праздники иудейские, которые были, вот эти годовые праздники у них в их системе, поклонения в Освятилище, ежегодные праздники, что когда первый праздник был, одна труба отрубила, второй праздник, две трубы, потом три трубы, четыре трубы, следующий, четвертый праздник, и самый последний праздник, уже к суду, когда приближалось дело, то отрубили семь труб, семь труб, которые предупреждали, о том, что вот этот звук предупреждал, что судные дни, и необходимо серьезно к этому отнестись. Здесь вот тоже берется эти семь труб, вот предупреждение того, что время завершается. Числа прочитаю, десятую главу, здесь первые десять стихов. И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество, ко входу, скини и собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израиля. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Ароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды вашей. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. Интересно, какая связь, вот зачем эти трубы нужны были во время войны, трубите трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Десятый стих, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши, трубите трубами, при всесожжениях ваших, и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Вот интересное значение труб. Вы видите, да, что трубы, разный звук у них сигнал был, и его нужно было различать, трубы, которые собирали, определенные знаки издавали, его нужно было слышать, понимать, и во время войны нужно было трубить для того, чтобы Господь послал защиту, и даровал защиту в этот момент народу, и Бог явил себя, чтобы Бог, то есть получается, во время войны. Вопрос вот в чем. Говорит, и будете воспомянуты пред Господом, и спасены будете. И это будет напоминанием о вас, что Бог забывает о людях, о детях своих, и ему нужно, или он может быть там чем-то занят, и его надо трубою разбудить, чтобы он услышал и обратил внимание на нас. Нет, мы понимаем, что это не так. Бог всегда наблюдает за своими детьми, участвует в их жизни, он близок и рядом. Но трубы в данном случае выступают как, знаете, образ ходатайственных молитв, когда мы с особыми молитвами обращаемся к Богу, для того, чтобы, и просим его, чтобы он, будучи верным обетованием завета, Бог, будучи Богом завета, чтобы он исполнил то, что обещал по завету с детьми своими, вмешался, вступился и защитил. То есть, трубы в данном случае, это призыв Бога действовать на благо своих детей для исполнения того, что он обещал. Откровение мы видим здесь, возвращаясь, и, кстати, потом, где мы встречаем позже в истории трубы, когда они действительно прибегали к этому средству и использовали трубы, и действие было какое-то, помните, где это описывается? Судей, вспоминайте Гедеона и его 300 воинов. Когда в качестве оружия, то они использовали там. Интересный у них такой образ методы победы, которые Бог дал им. Седьмая глава, это в книге Судей здесь есть. Когда Господь дает им повеление, как действовать в этой войне, чтобы победить, и он предлагает им средства, которые по правилам, по тактике ведения боевых действий, это нелогично, это неправильно, так, это проигрышный вариант, потому что обычно во время войны, если историю посмотрите, вспомните Александр Невский, он получил прозвище Невский, почему? Одна из битв со шведами на Неве он одержал победу, но у него было меньше, дружина его меньше была по количеству воинов, но за счет неожиданности, быстроты атаки, стремительности, то, что враг не готов был к этому, вот это вот все вместе, оно сыграло в их пользу и помогло одержать победу, в случае с Гедеоном и вот этими 300 воинами, которых мало, горстка небольшая, против великого множества, и что они должны сделать, посмотрите, это ночь, ночью обычно, когда нападают на какое-то войско, подходят тихо, чтобы не разбудить, первым делом снимают, убивают стражников, чтобы они не дали сигнал тревоги, и чем больше спящих они обезвредят, вот во время этой атаки, тем больше шансов победить, что делает же здесь вот Гедеон со своими людьми, и сказал Гедеон, смотрите на меня и делайте то же самое, когда я и находящийся со мной затрубим трубой, трубите и вы трубами, и так, они подошли к стану на каком-то расстоянии, Гедеон и сто человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, вместо того, чтобы тихо подкрасться, они их будят, разбудили стражей, и затрубили трубами, а трубами, когда начали трубить, то весь стан проснулся врага там, все они попросыпались, и дальше, и разбили кувшины, которые были в руках их, а помните, что было в этих кувшинах? светильники там были, и они разбили эти кувшины, которые прятали этот свет, и теперь они стали заметны, теперь они стали, если тогда их преимущество было в том, что они незаметны для врага, и враг не знает, сколько их там, а теперь по огонькам можно их легко пересчитать, увидеть, что их там немного, их там всего сто человек с этой стороны, сто и с этой, сто. Нелепо вот так поступать, то есть теперь их просто ночью не видно, куда стрелять, а теперь когда каждый держит над собой огонё, говорит, вот он я здесь, стреляйте в меня. Враги взяли луки, натянули, и каждый в свою цель, достаточно стрел у них был для того, чтобы обезвредить. Но что происходит в этот момент, когда они действуют не по-человечески, а потому как Господь им сказал действовать, Он им дал это средство, и затрубили все три отряда трубами, разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы и трубили и кричали меч Господа и Гедёна. И стоял всякий на своём месте вокруг стана и стали бегать во всём стане, и кричали, обратились в бегство. И вот 22 стих важный. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всём стане, и бежало ополчение и так далее описывается. То есть, когда они делали свою часть и трубили трубами, помните, там, когда вы пойдёте на войну, трубите трубами, и тогда будете услышимы. Зачем услышимы? Чтобы получить помощь. Они трубят трубами, и Бог начинает действовать. Они ни одного человека мечом, стрелой не поразили, но Господь вмешивается и спасает их, и начинает совершать это действие среди встани врага, пугая их. И вот эти вот средства, которые Бог даёт, кажется, они нелепые, глупые, может быть, по-разному описывать можно, но когда они доверяют Богу и используют Божьи средства, то Бог даёт им победу. Кстати, вот в данном случае можно так, не знаю, сравнение такое сделать, что трубы молитвы ходатайственные, они могут быть вот на это указывать, а на пророчество исполняющееся, а светильники, Слово Божие, да, вот пророчество Слова Божьего, апостол Пётр говорит этому, что пророчество подобно светильнику, сияющему в тёмном месте. Вот наша сила, как адвентистов седьмого дня, в чём сегодня вот перед этими вызовами, которые у нас есть. Первое, это вера в пророчестве, в пророчество, держаться пророчеств, того, что Господь открыл, что сделала нас как церковь, сохранять веру в пророчество, в откровение пророчества, которое Бог дал через особые специальные откровения, через служение Элену Уайт, это то, что благословение для нас, это то, что будет сохранять нас, и второе, это наше особое молитвенное служение, ходатайственные молитвы, которые будут обращаться к Богу за Его помощью и упование на Бога. И тогда, по аналогии, Господь будет параллельно действовать, вступаясь и защищая, защищая детей своих. Возвращаясь к откровению седьмой главе, кстати, по-моему, ещё один случай, сейчас припоминаю, когда Иосифа, царь, помните, шли на войну, тоже против великого множества, они впереди поставили левитов, которые пели, славили Бога, я не знаю, трубили они там трубами или нет, не помню, но вот Господь тоже даровал им тогда победу, когда они Бога впереди поставили и приглашали его действовать. Восьмая глава рассказывает нам о ходатайственном служении Иисуса, о том, что он стоит за свой народ, он гарантирует им защиту, гарантирует то, что молитвы их будут услышаны и отвечены. И семь труб последующие показывают, что Бог уже отвечает по завету, Бог верен обещаниям завета, Бог уже начал действовать. И то, что мы сегодня с вами наблюдаем происходящее на земле, в войнах, в этих разных событиях, в болезнях, эпидемиях, в которых исполняются слова Иисуса Христа, это есть для нас исполнение и подтверждение этих слов из книги Откровения, что Господь во исполнение своих слов уже начал действовать. События и история земли приближаются к завершающим этапам, событиям, и самому главному из них, это второму пришествию Иисуса Христа. По сути, наверное, можно так, если обобщить, восьмая глава, она о чем, на мой взгляд, книга Откровения. Первая, она дает нам убежденность в том, что Господь, Он вместе с нами, Он гарант наших молитв, что они будут услышаны, Он гарант нашей защиты и нашего спасения, вот, и второе, Господь уже действует в ответ на наши молитвы, и главный ответ Его на все наши молитвы, на молитвы всех детей Божьих. Это второе пришествие Иисуса Христа, и оно скоро, очень скоро произойдет, оно будет, и Господь ответит, и тогда исполнит в полноте все эти надежды, чаяния детей Божьих. А нам пока нужно сохранять терпение, как там написано, здесь терпение святых. Терпение подразумевает стойкость, именно вот эту верность и стойкость. Очень важно, когда события приближаются к концу, сохранить стойкость. Апостол Павел часто сравнивает, помните, ну не часто, но у него есть несколько раз, наверное, такие сравнения, когда путь христианина сравнивает с бегуном на дистанции. И вот если вспомнить свое время, когда вы, может быть, в школе бегали, или спортом занимались, то вот наступает такой момент, перед концом дистанции, когда часть остается уже немного, и вот кажется, что сил больше нету, уже выдохся, вот уже готов сойти с дистанции, бросить уже это, думаешь, ну какой, зачем мне это нужно, уже сил нету. И вот здесь вот важно себя перебороть, вот стойкость проявить, и открывается второе дыхание, и дойти до финиша. Вот сегодня тот момент, когда может быть темно, когда в жизни может быть тяжело, когда для веры какие-то смущающие моменты есть в вашей жизни, в моей жизни, связанные с разными событиями, обстоятельствами, вот важно не сломиться, не упасть, не отказаться от веры, не оставить вот этого единения с Божьим народом, а проявлять эту стойкость, ожидая вот того, что Господь будет действовать, ожидая его, вот продолжая вот двигаться к этому завершению, зная, что Господь не оставит. Потому что вот в этот момент очень может быть трудно, но зная, что чуть дальше и придет облегчение, и Господь даст и помощь, и избавление, и закончить, я вот сейчас вспомню, хочу закончить вот этими словами сегодня из послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, глава 10. Здесь интересные слова, апостол Павел говорит, вспоминая историю народа Божьего прошлого, говорит, что все, что с ними происходило, это как наставление, образы, уроки для нас, чтобы нас поддержать, и мы не потеряли вот этой стойкости, чтобы дать нам уверенности и силы. И вот здесь 13 стих 10 главы, он говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Два, хочу здесь, две мысли, на которые обратить ваше внимание. Первое, апостол Павел говорит, чтобы устоять, твердость сохранить, чтобы в момент испытания не сломаться, не поколебаться в вере. Нужно сосредоточить свое внимание на верности Бога, на Боге, на его верности, об этом размышлять, обетование читать, чтобы себя в этом утверждать, в верности Бога, потому что это то, что дает основу для нашей веры. вот, и второе, он говорит, почему? Потому что в искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И вот облегчение, о котором здесь идет речь, это не просто, знаете, как это, что ты несешь два мешка, а он говорит, ну давай один мешок, я у тебя сниму с тебя, чтобы тебе чуть-чуть помочь, и с тобой груз понеси, чтобы тебе легче было. Вот облегчение, здесь это слово, которое означает, можно по-другому его передать, и вы, если сравните в других переводах, как переводят, выход, он даст и выход, и здесь образ такой, что когда ты оказываешься как в западне в какой-то ситуации, не знаешь, нет выхода, не видишь его, продолжай взирать на Господа и ожидать от него, потому что в нужный момент он сделает для тебя этот выход, он проложит для тебя этот выход, эту дорогу, откроет эту дверь в этих обстоятельствах, в этих испытаниях, и ты увидишь этот выход и свободно выйдешь из этого затруднения и будешь еще сильнее. Подобно тому, как Господь в древности, когда народ израильский оказался в затрудненном положении, опасность сзади преследовала их, не знали куда им деться, помните, когда выходили из Египта и у Черного моря они там были, вот и Господь сделал для них этот выход по дну моря проложил, они не ожидали, не могли предположить, что такой выход, такой вариант у Бога может быть, но Бог для них это сделал, поэтому у Бога будет такой выход, неизвестный для нас, мы даже предположить не можем, какой он будет, но Бог говорит, продолжай взирать на верного Бога, это даст тебе силы для твоей верности и ожидай того, когда Бог откроет для тебя это двери твоих обстоятельств, потому что Он слышит твои молитвы и Он действует в ответ на твои молитвы, Бог уже действует сегодня и очень скоро самый глобальный ответ на все наши молитвы Бог исполнит, когда придет во второй раз для того, чтобы избавить и спасти своих детей от этой жизни, от бедствий, от страданий и воздать по справедливости, по справедливости, по милости своей, воздать для славы и спасения. Вот это то, о чем хотел бы, чтобы мы с вами размышляли в эти дни, в эту субботу, которая наступила, что Господь верен и Он будет к нам близок и в эту субботу Он приготовил нам нечто особенное, чтобы наполнить нас верой, чтобы укрепить нашу веру, чтобы еще раз что-то рассказать нам о себе, чтобы мы узнали о нем что-то больше и это вдохновило нас, вдохновило нас продолжать быть стойкими в вере. Пусть Господь благословит нас в этом. Хочу вместе помолиться. Добрый и любящий Господь и Бог наш, благодарим Тебя за то, что Ты наш ходатай и в этом основа нашей веры. Зная о том, что Ты не подведешь, не оставишь, что Ты рядом с нами и ходатайство Твое в том и заключается, чтобы быть с нами, чтобы делать нас близкими к Богу, чтобы наши молитвы были приняты Тобою, чтобы услышаны Тобою на высоте и были отвечены. Благодарим Тебя за то, что Ты являешься гарантом, выступаешь гарантом нашего спасения, наших молитв, ответов, Твоих божественных ответов на наши прошения. Укрепи нас, быть верными Тебе, стойкими верности и благослови в эту субботу испытать особую радость от общения с Тобою, с братьями и сестрами, от поклонения Тебе и от того, что мы узнаем о Тебе что-то новое, чтобы это укрепило нашу веру. Благослови, Господи, моих братьев и сестер, услышь молитвы, которые они Тебе возносят, и благодарю Тебя за то, что Ты уже услышал эти молитвы и приготовил особенный, каждому особенный свой ответ. По имя Иисуса молюсь. Аминь. Аминь. За внимание. Спасибо всем. Всем большой привет из Голорды. Спасибо.